день добрый дамы и господа вот знаете что меня удивляет абсолютное лицемерие людей абсолютная какая-то тупость людей знаете в каком плане вот в плане том вот этого отношения к израилю до предвзятого абсолютно смотрите все почему-то забыли вот эти левацкие уродцы эти все они почему-то забыли 7 октября 2023 года то есть сейчас они все рассказывают о том что вот это израильская военщина там ой какое жестокое обращение там с газой с этим на минуточку а что было что послужило триггером 7 октября 2023 года что послужило триггером правильно нападение головорезов боевиков ублюдков исламских скотов религиознутых на всю голову мразей хамас на израиль атаки тысячи ракет выпущенных по городам израиля переход границы нападение на кибуцы головорезе в евреев изнасилование убийство убийство детей нападение на этот фестиваль где убили кучу людей этих там которые там приехали на какой-то музыкальный фестиваль захват заложников это почему-то все забыли это было 7 октября 2023 года теперь вся эта левацкая шваль и подыгрывающая им естественно все эти исламские страны они там принимают какие-то резолюции в этой организации озабоченных наций что ой дескать там там вы в газе гуманитарная катастрофа кто создал эту гуманитарную катастрофу на минуточку я всегда привожу в пример израиль живет никого не трогай ты в 1947 году там всюду была пустыня жопа мира пришел израиль и в пустыне создал цивилизацию понимаете он в пустыне создал цивилизацию то есть лучшие больницы лучшие врачи лучшие технические компьютерные разработки разработка военной техники разработка там то есть это все сделал израиль это все создал израиль в пустыне почему вы дикари которые там жили столетиями вы не могли там в пустыне создать всю жизнь все эти столетия вы там жопу песком вытирали и извините за выражение с нашались с верблюдами и там с овцами и не могли создать какую-то более-менее цивилизацию все эти россказни про исламскую цивилизацию я слушать не могу когда год шахматы изобрели там арабы нихрена шахматы изобрели индусы да так же как арабские цифры не арабские они индийские цифры по сути дела и все можно кофе арабика это научились делать арабы нет кофе вообще-то в арабских странах не растет до его научились делать не арабы но просто так как торговые пути проходили через арабские страны кофе стали называть арабика вот и все потому что мусульмане его обжаривали и так как у них запрещен алкоголь а в европе бухали они в европе пили пиво и вино а им алкоголь был запрещенным нужен был какой-то допинг они стали пить кофе и пили чай вот и все но они его не растили они не выявили его как продукт это сделали европейцы на минуточку но это так слову да когда вот начинают рассказывать про там арабскую цивилизацию но если вы такая цивилизация чего вы там в пустыне где был израиль ничего не создали я знаю арабов которые цивилизованные пожалуйста эмират дубай опять же у которых религия заткнута на задний план у которых религия там под плинтусом а сверху стоят искусство культура науки технологии так далее пожалуйста есть арабы есть мусульмане и при этом есть они развитые люди а есть дикарей вот и все и при том дикарей даже в таких условно не совсем исламских странах а типа светского ислама как в россии в дагестане я просто поржал вчера вечером я просто вчера вечером уржался ребят просто я даже там записал видео просто я не мог это 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 было что-то с чем-то искать еврея да то есть в двигателе самолета но я конечно понимаю евреи экономные люди да но не на такой же степени чтобы в двигателе самолета лететь понимаешь ну в махачкале эти дикари то есть вот пожалуйста они реально дураки вы пойти они реально дикари я вам сейчас вот здесь вставлю одну фотографию там даже ставили на меме этого мурада это вы лишнее делаете они искали на вид подпись там была они искали евреев везде сука настолько тупой вот ваш этот дак настолько тупой и наш вот у меня есть знакомые дагестанцы мне это позор и чтобы говорит вот мы сделали то есть те люди которые в дагестане живут или являются дагестанцами да то есть нормальные образованные люди они год этим дикарям надо впаять по двадцатке на душу населения и я полностью с этим согласен потому что если это не пресечь вот если это не пресекать потом они начнут как во франции жечь машины потом они начнут бросаться камнями в полицейских а потом они начнут заниматься головорезе всех тех кого они считают неверными кто там не живет по их устоям ее их этого сраного ислама и так далее то есть надо чтобы страна была светская нормально если кто-то нарушил закону кей но в россии хорошая статья 212 отлично и кстати вот по данным фонтанки ru да то есть как там у них это лента новостей их и будут судить по этой статье а всех найдут там камеры видеонаблюдения везде то есть ска уже из москвы прилетели местные там никого не прикроют то есть всех пересажают через лефортова пропустят а бутылят и отправят в сибирские колонии где сен будет наказывать их палками швабрами в одно место нормально я считаю что это адекватный ответ на вот такие выходки дикарей да а то что они дикари посмотрите фотографии то есть это настолько тупой дегенерат что он даже не понимает что извини туда он ни разу на самолета не видел ни разу не леталку это дикий там не знаю все время с баранами трахался там и отец его баран то есть порождение каких-то идиотов он заглядывает самый в двигатель самолета а там спрятался еврей а самое главное самое главное что по данным даже израиля ни одного еврея ни одного еврея до не было на борту потому что я не знаю ни одного израильтянина который бы горел желанием полететь в дагестан зачем ездить на заниженных приорах по разбитым дорогам но зачем можно и лететь в грузию вот летят евреи из израиля в грузию там тоже есть горы там тоже красиво но люди более-менее цивилизованные грузия в этом плане намного ближе европе тот же азербайджан да там у туалиева нет таких выходок в отношении евреев хотя они вроде как сторонники турции да то есть понимаете но и в россии я думаю я думаю и вот я будь я главой дагестана этих всех уродов я бы отловил дал приказ отловить через лефортова пропустил бы суд и в сибирь на каторгу все по-другому никак даже не отсидка в дагестане просто туда их на урановые рудники или что там лес вали перчатки шить там не знаю медведями бегать но в общем туда на зимовку лет на восемь минимум а кому-то и по 15 организаторам все вполне нормально а можно потом через годик их отправить война в украине долго будет отправить их на передовую штурмовать там какую-нибудь авдеевку мясными штурмами пусть искупают кровью вину ну раз они такие тестостероновые раз они прям их так прет и пучин да то есть что они там бегут ломают здание аэропортов но автомат руки вперед наш послужи родине вот такие вот дела дамы и господа еще раз вот добавок по поводу дикарей